Сейчас во всем мире считается, что духовность предназначена для тех, кому за 72. Здесь всего несколько кандидатов. Причина этого — в безжизненной природе того, чем является духовность в современном обществе. В то же время это показывает, насколько человечество запуталось в этих аспектах. Когда мы говорим о духовности, мы подразумеваем, что она предназначена для пожилых людей, у которых нет возможности жить какими-либо другими аспектами жизни. Если вы не можете нормально есть, нормально жить, если у вас начала трястись голова, тогда идите к гуру, посидите с ним поговорить о чем-нибудь духовном. Когда мы говорим, что кто-то одухотворен, мы имеем в виду, что он полон жизни. Если быть одухотворенным значит быть полным жизни, то быть духовным должно означать, что жизнь бьет через край. Но, к сожалению, такое впечатление сложилось из-за того, что понятия духовности распространяли, представляли и неверно использовали в самых разных формах. Любой, кто не способен к жизни, обычно получает ярлык духовного человека. Если вы не можете переваривать пищу, которую едите, тогда не ешьте. Если вы не ели три дня, то вы духовны. Вообще-то, если вы плохо едите, плохо одеваетесь и плохо живете, люди думают, что вы духовны. Таково общее понимание. Мы должны отказаться от слова «духовность». Вам нужно выкинуть из головы мысль «я нахожусь на духовном пути». Нет такого человека, который не был бы заинтересован в жизни. Не так ли? Если это не работает для него прямо сейчас, он говорит, что ему неинтересно. Но если это начинает немного работать, ему сразу становится интересно. Не так ли? Да? Сегодня дела идут плохо, поэтому он говорит, что ему скучно. Завтра, если вы подадите ему слабую надежду, что все может наладиться, то он неожиданно начнет проявлять интерес к жизни. В любом случае, жизнь важна для вас. Лучше отдаться ей полностью. Лучше быть вовлеченным в нее полностью, иначе жизнь будет мучить вас. Вы должны быть либо на 100% живы, либо мертвы. Промежуточное состояние мучительно. Вы препарировали лягушек и тараканов в лаборатории. Препарировали? Кто этим занимался? Промежуточное состояние мучительно. Не правда ли? Одна часть работает, другая не работает. Это всегда мучительно. Не нужно ждать, когда жизнь станет мучительной, а затем пытаться стать полностью живыми. Духовный процесс означает, что вы живы во всех измерениях, а не только в физическом. Все у вас абсолютно наполнено жизнью. Если этого не произойдет, так или иначе жизнь превратится в пытку. Не обязательно, чтобы что-то шло не так. Вообще-то, если все идет правильно, это становится гораздо более мучительным, чем когда что-то не так. Потому что если что-то не так, вы будете бороться, чтобы исправить это. И это будет занимать вас. Если в вашей жизни все совершенно правильно, то вы станете еще более больными, чем если бы что-то было не так. Не так ли? Когда все правильно, люди гораздо больше болеют и страдают. Когда что-то не так, вы воспринимаете это как вызов и стремитесь это исправить. Большинство людей не смогут оставаться психически здоровыми, если вы наведете в их жизни идеальный порядок, вы решите все их проблемы, 60-70% населения станут психологически больными. Сейчас они здоровы, потому что они за что-то сражаются. Они заняты, у них есть какое-то дело. Вы теряете интерес к жизни, только когда у вас мало энергии. Когда вы подавлены, вы говорите, «Хватит, ничего не нужно». Но если появляется небольшой всплеск энергии внутри вас, жизнь снова начинает играть красками. Когда вы живы только наполовину и пытаетесь исправить это с помощью внешней поддержки, жизнь будет такой. Если сегодня снаружи что-то рухнет, вы захотите умереть. Это оставаться наполовину живым очень трудно и мучительно. Для многих людей только физическое тело живо, только часть их ума жива. Так живет большинство людей. Быть духовным означает, что все в вас абсолютно живо. В самом деле нет выбора, быть живым или быть мертвым, быть или не быть. Люди считают это очень умным вопросом. Но для меня нет вопроса глупее. Такие вопросы возникают только у того, кто не вкусил жизни, кто только рассуждает о ней. Если вы живете в полную силу, вопрос быть или не быть никогда не возникнет. Потому что что бы ни случилось, вы будете. Духовный процесс не для мертвых или умирающих. Он для тех, кто жив и кто хочет стать полностью живым, абсолютно живым. Быть живым во всех измерениях того, кто вы есть. Без этого жизнь будет мучить вас во многих отношениях. И не имеет значения, что вы измените. Не имеет значения, приводите ли в порядок свои финансы, есть ли у вас прочные отношения с людьми вокруг. В любом случае, прочные отношения всегда пытка. Что бы вы ни подправили в своей жизни, она все равно будет мучить вас, потому что вы живы наполовину. мы должны убрать из обихода мысль о том, что духовность предназначена для умирающих. Она для живых. Если мы не сохраним это чувство свободы в том, как мы думаем и чувствуем, выражаем себя и относимся ко всему, что желаем, духовного процесса не будет. У людей не будет пространства, чтобы исследовать свое сознание. Вам придется просто следовать книжным стандартам. Что сказано, то есть. Вы должны четко понять, в какой мере ваша жизнь определяется внешними событиями, а в какой мере вашей психологической структурой. Вы должны провести четкую грань. Сейчас мы сидим здесь, что происходит вокруг, а что я создаю внутри себя. Если провести четкую границу между тем, что происходит в вашем уме и тем, что происходит вокруг, это будут две разные вещи, не так ли? Есть происходящее вокруг и есть ваша реакция на это, но вы думаете, что это одно и то же. Например, кто-то назовет вас дураком. Допустим, я. То, что происходит внутри вас, в ваших рук дело. Слово «дурак» исходит от меня, но все то, что происходит внутри вас, это ваше, не так ли? Да или нет? Потому что слово «дурак» не приносит никакого вреда. Это не пуля. Все зависит только от того, как вы отвечаете или реагируете. Вы должны провести эту черту в своей жизни. Что мое, что делаю я и что мир делает со мной. Тогда вы увидите, что мир едва ли тревожит вас. Он вообще очень редко вами интересуется. Большинство ситуаций в ваших рук дело. Но вы думаете, что все происходит с вами извне. Да или нет? Если провести границу, то видно, что по сравнению с моим вкладом в эту свалку, которой я являюсь, вклад мира очень мал. Поверьте мне. Очень мал. Все остальное вы создаете сами. Если вы позаботитесь обо всем, что создаете сами, ваша жизнь преобразится на 98%. Все очень просто. Но люди не проводят эту границу. Они мечутся туда-сюда. Стоит произойти любой мелочи, и внутри вас она отзовется миллионам откликов. Не так ли? Химический суп вашего тела реагирует на каждую мелочь. Тело отвечает на каждую мысль, идею, эмоцию, реверберацию, которую вы создаете. Будет ли это замечательный или паршивый суп? Зависит от того, как много внимания вы уделите его приготовлению. Не так ли? Понимая, что это ваших рук дело, вы позаботитесь о том, чтобы сделать все таким, как вы хотите. Если вы не понимаете, что суп варите вы, тогда то, что у вас внутри, будет происходить бесконтрольно, по воле случая. Самое важное в вашей жизни стать доступными для благостей. Если этого нет, то это трудная задача, непосильная задача. Если вас сопровождает благость, вы парите без усилий, радостно. Если вы пытаетесь идти пешком, это очень мучительное путешествие. Так что у вас есть выбор. Вы можете проживать свою жизнь либо с готовностью и по своему желанию, либо без желания. Если вы делаете это с желанием, жизнь становится любовным романом. Если вы делаете это без желания, она становится изнасилованием. Если вы делаете это с желанием, это становится раем. Если вы делаете это без желания, это становится адом. Садгуру, когда я выполняю волонтерскую работу на программе внутренняя инженерия, мой уровень энергии очень высок. Когда я точно так же мою посуду дома, я не чувствую подобный уровень энергии. Потому что здесь вы делаете это в качестве подношения. Это прекрасно. Дома вы делаете это как рутинную работу. Это некрасиво. Работа одна и та же – разница лишь в вас. Не так ли? Та же посуда, та же работа, просто вы можете сделать ее либо неприятной, либо радостной. Так что даже то, что вы делаете дома и в офисе, почему бы вам не делать это как подношение? Что вам мешает? Это прекрасно сработает. Это будет прекрасно работать не только потому, что ваше мышление изменилось, прежде всего вы станете восприимчивыми к благости. Это самое важное. Самое важное в вашей жизни – стать доступными для благости. Если этого нет, то это трудная задача, непосильная задача. Я не скажу, что это невозможно, но это невероятно мучительно. Если вас сопровождает благость, вы парите без усилий, радостно. Если вы пытаетесь идти пешком – это очень мучительное путешествие. Какой смысл в том, чтобы кто-то делал процесс жизни неприятным для себя? Мы не знаем, какие свершения ждут вас в жизни. Собираетесь ли вы подняться на Эверест или нет? Важно одно – вы заслуживаете, чтобы процесс жизни был для вас приятным. Вот что должно с вами случиться. Это то, чего заслуживает каждый человек. Все остальное в соответствии с возможностями человека. Вот единственное, чего заслуживает каждый – превратить жизненный опыт в приятный процесс. По крайней мере, это должно произойти, не так ли? О других вещах мы не знаем. Они могут произойти, могут не произойти. Потому что они зависят от различных обстоятельств, не только от вас. Такие ситуации зависят не только от вас, не так ли? На них влияет много всего. Но вот то единственное, что вы можете сделать. Если произойдет одно это – жизнь будет прекрасна. Каждый из нас будет делать все, что в его силах, в соответствии с нашими возможностями. Вот и все, что есть в жизни. Вы должны быть волонтером. Всегда. быть волонтером означает, что вы живете с открытостью и готовностью. Вот и все, что это значит. Если сейчас я говорю «я волонтер», это значит «я делаю все с готовностью». Так что у вас есть выбор. Вы можете проживать свою жизнь либо с готовностью и по своему желанию, либо без желания. Если вы делаете это с желанием – жизнь становится любовным романом. Если вы делаете это без желания, она становится изнасилованием. Если вы делаете это с желанием, это становится раем. Если вы делаете это без желания, это становится адом. Так что быть волонтером не значит мыть посуду, не значит резать овощи, делать то или это. Учиться, быть волонтером во всех ситуациях. Проживать каждый момент своей жизни с желанием. Потому что, как только возникает нежелание, то даже если с вами происходит самое прекрасное, у вас возникает ощущение, что жизнь вас мучает. Да или нет? Если мы насильно затолкаем вас в рай, вы будете страдать. Откуда вы знаете, что вы еще не в раю? У вас есть какие-то доказательства? У вас на руках есть доказательства, что это не рай? Тогда что? Из-за вашего нежелания даже небеса не привлекательны. Если вы делаете это с желанием, тогда это прекрасно. Только если вы все делаете охотно, вы становитесь доступными для благости. В противном случае вам нужно тяжело трудиться на каждом шагу. Это совсем не просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok